Так, кстати, с вашего позволения, надо начинать заливать, а то не обработается ни хрена. Так, это лайф. Вот это что? Это ничто. Вот это то, что надо. Так, два года поперло. Так, прошу прощения, ребят. А, это стоп-миллиард, стоп-стартов это. Ну ладно, потом все удалю. А то что-нибудь лишнее я сейчас удалю. Ну что, ребят, следующая игра, хоть и зеркалка, но это Рейн против... Это Рейн против Соса. Кто из них затащит? Хороший вопрос. Ну, чем больше поднял? Конечно, на Экспрессе. Там 7 коэффициент. Вот. Ну, там еще надо, чтобы остальное совпало. Плюс на лайфу все, как бы, рассказали. То есть, на лайфу было больше. Я там пятнашку все на него поставил. Так, как бы, что халявная тема, типа... Валерон добрая. Ну да, Инновэйшн что-то приунул. Ну, вот... Я боялся такого. Почему? Потому что с Протасом и Инновэйшн, да, просто царским. Он опустил реально Зеста. Вот. Но против лайфа, вы видите, у него просто ни хрена не получилось. Вот сейчас, чего я боюсь очень сильно, чтобы у нас не было финала там ЗВЗ или ПВП. Вот. Вот. Только за это. ПВЗ по расам это крутой финал. Но будет ли у нас ПВЗ финал? Я уже не знаю. В принципе, здесь Протас будет фаворит. Здесь лайф победит, может, допустим, не знаю. Посмотрим. Посмотрим. В первом июме. В первом июме. Вечер. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Cube Ну да, для таких целей, конечно, ПВП-финал хорошо подходит Как раз ход скончается Поплакали все паныли И начали в Лотве ныть Как бы все стандартно В Лотве еще нытья поводов много будет там Потому что у нас все впереди Ну что же Неожиданный первый результат Ну как неожиданный На самом деле предсказуемый достаточно Потому что переоценен был Innovation Я думаю, может быть на нем же это тоже так и сказалось Потому что если он в команде С тем же, например Йодой То нужно закрывать сразу Нахрен уже Всех их там В тюрьму, блин Не знаю, какая будет пауза Надеюсь, что у них дико долго А что за... А, это ход с игры Реклама игр, естественно Вообще, я не знаю, так Альсабеков Спокойный, ребят Но Останутся только самые сильные Кто хочет посмотреть все в прямом эфире Завтра Завтра, хочу сказать Завтра у нас Classic Live Начнется Сегодня начиналось все 12.50 У нас началось сегодня То есть В 12 ночи у нас по Москве Игры начались Завтра 12.30 То есть в 11 В пул 12 По идее Полуфиналы должны начаться Я надеюсь, что все будет по расписанию Вроде как Еще после наших Бо-5 Еще Архонмод Сегодня будет Турнир Но я думаю, что если будет То придется посмотреть А то кто его еще откомменит А там уже Закончу Пойду с чаликом погуляю И Спать И в нашу Поехали чарлик а не точно я погодить показывал уже чарлик вот этот товарищ ну тут все кто надо есть как вы видите ну вот этот гусь шерстяной как обычно с бешеной мордой а это я своими костылями из маша и конечно же Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Люблю как удобно из-за функционала Да я не бросаю костыли, я просто их подсносил, там накладку снизу уже по чуть-чуть на палочке начинаю переходить Но долго очень хожу Алисы фото Ну алисы-то слушай, алисы Современных нету, может старинной, если 13 лет Не уверен, надо искать Думаю, что нету Пользователь BR331 активировал премиум на ваш канал Спасибо тебе, пользователь BR331 Так, что-то я хотел найти Человек удалил контакт, где фотки возможно были, печаль Не буду сейчас искать Да взял и укатал в итоге Life Innovation Не то, чтобы это было прямо очень вероятно Но было вероятно 50 на 50 там было, как я считаю Ну может быть чуть в пользу Innovation, учитывая его последнюю форму Ну вообще, честно говоря, странно, что он слился Раньше времени перегорел Вот он и В итоге Вот так вот как-то все вышло Ну если Life возьмет в этом году То Та, это два Близкона подряд будет Два раза по 100 штук Во-первых Во-вторых Ходс Как бы зерговская часть Два раза зерг Логично все Ну что-то не припоминаю, чтобы тираны брали Пол только давно Но это был еще не совсем Близкон Суворов 4 Ну а как Innovation может принимать-то? Я вот не понял только какого Какого хрена Вот у Innovation Меня раньше бывало на турнирах Что как бы Тренированы темы Там все Ну что примерно хочешь знаешь Но приезжаешь на чертов Какой-нибудь турнир И начинаешь какую-нибудь шнягу делать Которую первый раз просто Ну вот На ходу короче делаешь Вот у меня такое ощущение Что Innovation Ну понятно не первый раз Но где Мех? Почему он Мех не играл? Почему он боялся так Что Life за концы? Он тысячу раз его Мехом убивал Так, голосовал Купили Голосуем Ну вот и Майн Геймс От такого Майн Геймса Обычно не заснуть И думаешь Нахрена я обещал Просто такую хрень сделал Если мог Нормально играть Короче В процесс на процесс Уверен Что-то с партингом Там играл не очень Последнюю игру Выиграл И Короче уверен То что говорит Рейнсю пропустил Видел что только Про 3-2 Ну короче Мне что нравится Что СОС не понтуется Говорит Что очень достойный Соперник У нас всегда Крутые игры Получались Смотрите Игры Вот Там пару слов Меж собой Обменялись Вся Сейчас Вся Попрошу За Игры Меж собой Игры Меж собой Игры Меж собой Меж собой Снег Меж собой Меж собой Все дела. Раньше времени не сдается. Почему-то Рафор Мех. Будьте, наверное, там элементарно 5 бас просто берется. Потому что перекрыв два направления. Это, конечно, уже средняя-лейтовая тема. Но если вначале нормально отыграл, то все нормально. Нет, в дыщ я тебя порву у них часто. Иногда с юморком, но это как часть шоу. Но некоторые серьезно говорят, что да ну. Скука инновейшн там понтовался. Типа, что вот бьялом в финале. Да, что ни о чем вообще в финал там попал. Ну, кстати, был и прав, разорвал его, да. Ну, а вот здесь лайф его разорвал зато. Так, оставлю вас на минутку, что-то кофе начали проситься. Сейчас вернусь. Ну, что-то вот так. Продолжение следует... 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 чуточек по-рабочему опережает интересный пилот у рейна второй газ позже первого не вижу не вижу 2 пилон соуса а вот он сверху вижу он стоит сверху контролит этим пилоном что пробка поехала 3 пилон составит уже все по периметру тише делаю все тише гораздо ну рейна явно не под старгейт билл был потому что газа меньше сос центре а мазер корр это вот такой опенинг похож на nexus то есть что центре а для того чтобы был на всякий случай филды чтобы сутку побыстрее накопить иллюзии полететь обычно делается может это быть и выход в твой лайт на самом деле сейфовый вот таким вот образом но больше похоже на x rain ставит краски твой лайт сорт едет перед до пошел в бой с сетей альбом то есть сетей альбом то есть сетей альбом то есть Сос едет вперед, да, пошел в Нексус, пошел в Нексус и Робо, с N3-2-3 строится пока, пока идеальная контракт тому, что делает Рейн, то есть здесь аркадный стандартный блинк, на этой карте блинкаться, вы смотрите, здесь можно заблинкнуться на мейн, вот здесь, с 3-й снизу, вот здесь невозможно, то есть вот отсюда сюда, то есть только со 2-й вот сюда, либо же, ну вот можно, конечно, ты 2-й обороняешь сюда прийти, как бы неожиданно, да, но каких-то мест, короче, весь за блинк, если ты хочешь пройти на мейн, идет через 2-ю фактически, а это для имморталов идеальный компонент, ну иде, какой компонент, идеальная, в общем-то, карта для обороны от блинка, то есть просто имморталов, плюс оверчарж, плюс с N3, с гвардианом, все, в итоге по рабам Соса больше, по лимиту Соса больше в 2 раза по боевому, на ровном месте. Нексус сейчас начнет уже добываться, сейчас у Рейна, что у Рейна строится Нексус. Камень что-то Сос не пробил, пробил бы лучше, а то самому еще придется атаковать, очень странно, что Сос не делает иммортал сейчас, чтобы перестраховаться. Пробка в правом верхнем углу, подозрительно она там сейчас не уезжает, уж не Низеля Нексус хочет там запилить Сос сейчас, не понимаю. Апстервер летит вперед за Иллюзией, и Иллюзия летит вперед разведать побыстрее. Иммортал первый запилен, прилетает Иллюзия, видит Твайлайт, видит три гейтарова у нас. Сос понимает, что может быть здесь наверное блинк под пуш, нужно быть аккуратнее. Вот на блинке пошел контроль, гвардиан рубил, с гвардианом легко отогнать. И вот, пожалуйста, Ниндзя Нексус, но он должен ведь окупиться. Но, напомню, что у бродцев есть такая фигня, как Мазеркор, и перевод рабочих может быть телепортом происходить. То есть, можно просто на достроенный Нексус телепортнуть своих рабочих. Великолепно Сос сбивает Апсервер Рейну на мэне. 67-52 по лимпу. Смотрите, блин, просто. Сос сейчас делает так, что Рейну вообще без потерь юнитов вообще уже преимущество заполучил сверхсерьезно. Главное, когда ты этот Нексус Ниндзя, если ты телепортно хочешь его раскачать, не телепортнуться в то время, как тебе, например, Иллюзия полетела. Иначе это полный провал. Вот Иллюзия сейчас пролетела. Так, Иммортала строится. Все хорошо. Иллюзия все проверяет. Нужно бы ее сбить, Мазеркором, потом что делать? Ну, Мазеркора может тоже не стать, и это тоже может быть подозрительно. Если Мазеркор куда-то резко свалит. Нексус готов сверху. Сос его раскачивает, просто строя там рабочих. Не знаю, по-моему, Мазеркор сейчас не занят. Можно даже скрытно было телепортнуться. Потом про правую часть карты медленно вот так сюда вернуться. Можно даже не заметить отсутствие Мазеркора. Хотя, если Иллюзия пролетит и вот не увидит, например, такого уровня, как Рейн, игру Мазеркора, я думаю, что у него сразу возникнут подозрения, что неспроста он куда-то делся. Но он, Мазеркор, может быть сныкан и в пределах мэйна второй базы. Он может куда-нибудь вот сюда в уголок встать, либо сюда куда-нибудь улететь. Ну, там пробку послать для базилка, проверить прокси нычки, это абсолютно нормально. Так, чуть-то фрезануло здесь. Чуть не сбил сейчас Рейн и Иллюзия, но чуть не считается и фиг с ними, с этими иллюзиями. По рабам ситуация на 2 в пользу Соса. Ну, в отличие от Рейна, Сос не может привести своих рабочих в правый верхний угол, но там он уже настроил просто из Нексуса бустами. Очень немало делается рейндж колоссом, делается чарж у Соса. У Рейна, простите, колоссов вообще нет, он играет в чарже архива, в чарже архива темпларов, то есть чаржа архона этого, да, все правильно я говорил. Сос бы, блин, третюб занимал бы сейчас дома, потому что может Хиро сейчас подумает, что там не то. Так, обсервера не так-то просто убить сейчас. Готов ли чарж у Рейна? Судя по всему, да. Если нету телепорта. Призма летает, пытается прохарасить. Зелков, архонов все больше. Сос в правом верхнем углу добавляет газы. Это значит, что ему просто надо стоять дома от обороны, биться и Рейн сперед пойдет. Конечно, нехера, да. Это я косячу, что говорю Хиро. Пока Рейн не понимает, что где-то какие-то там ниндзя нычки, так как хорош варп сейчас был. Просто заблочил варпом пробки. Рейн тоже начинает призмой летали. И, кстати, самое интересное, что призма сейчас через правый верхний угол-то и полетел. Ох, спалился с призмой, отогнал. Блин, везет, что сейчас-то призма спалилась. Иначе сейчас бы просто Рейн полетел бы через правый верхний угол и все бы спалил на халяву призмой. Причем призма она не просто палит, а призма еще четыре зелка плюс варп. Просто минус обз. Занимает Сос, успевает позицию занять, но не стал рисковать, атаковать. Кстати говоря, у Рейна нет колоссов. Это разгром. Это 1-0 Сос. 180 на 160. Микс с колоссами против микса без колоссов. О чем речь-то, ребята, идет? Конечно же, микс с колоссами должен разваливать здесь. Ну, должен не значит, что развалит. но в данной ситуации все-таки разваливает Сос. Колоссы живут. 150 на 97. Не успевает Рейн сделать свитч колоссов. Первая игра выглядит изи для Соса, что называется. Красавчик, красавчик. И с тобой надеяться, что сверх долгих каких-то пвп не будет. У нас время 4, ё-моё время. Блин, я уже чувствую упадок сил небольшой. Но буду до конца. Но тут, что я могу сказать по поводу этой игры. Полная победа по билду со стороны Соса. Рейн ставил поздний Нексус после блинка. То есть, ты делаешь блинк с трех гейтов, пусть и с роба надежно. Но надо против такого билда как-то реализовывать, хоть какой-то дэмэдж наносить. Сос просто ставил Нексус через Сентрю Мазеркор, роба и морталов. Оппонент ничего не сделал. Конечно же, и пробу больше, и боевого больше. Это очень круто всегда. И ниндзя нычка не была обнаружена. Она спокойно была раскачана. Она начала добывать. В итоге Рейн неправильно оценивал ситуацию. Думал, что три в две базы играют, получается. Нет, реплеер, я думаю, там нет. Нельзя смотреть. Но на то есть тренеры, помощники. Они подходят и говорят, что оппонент делал. Конечно же, скажут, что там ниндзя нычка была. Обрати внимание на ниндзя нычки. Сос, это хитрец. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ну чё не начинаем то не понимаю сидят тянут первая игра только кончилась думаю сейчас начнется все-таки это и и и и Продолжение следует... 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 приезжает с пробкой своей видит билд оппонента рейн опять газ позже кстати ну вот на этой карте ездят блин заблинкиваться вот здесь вот со второй позиции здесь конечно в роба потяжелее будет играть рейн также приходит к сосу у сосу 2 гейт запилен это старый гейт это интересно конечно ну где третий пилон не вижу что-то третьего пилона чтоб собирался ставить заказ на центре а пилон пошел третий пока со флай блока нету но он сейчас будет если долго тупить и твой лайт пошел кстати говоря то есть через сентрю блин скорее всего будет ну что же интересное решение будет ли блин правда вот тоже вопрос еще пока открытый заказывается stalker 1 2 гейт уже тоже готов и второй stalker пошел но если хочешь блин заказать надо копить тогда ресурсы естественно уже для заказа блинка либо для даркшрайна заказа и рейн делает под пуш кстати говоря с 3 гейтов не очевидный под пуш такой скрытый соус ставят пилоны на лоу граунде на вероятной второй базе если рейн с хай граунда сейчас пилон запилит он сразу же виженом еще и пилон обнаружит а это не очень хорошо то есть при самом начале пуша выбит он пилон что может дать саплай блок сосу и тогда будет печально 10 сос вперед палец минус stalker очень неприятное начало просто взять на таком уровне палец и потерять stalker ну как так завел пробку посмотрите рейн наверх умудрился пилон каким-то образом впилить сейчас кончится филд так stalker нужно фокусить пилон нужно отменить обязательно великолепный филд на рампу сос расконтроливает смотрите все здесь просто четко с пробками отбивается давар пойдет у рейна тоже давар пойдет носу как сос контролит просто как старт зажал stalker какая великолепная оборона это просто вообще чудо ребят три пробки всего потеряны оракул рейна сомневаюсь что вкатит blink делается просто я не знаю тут аплодисменты там верно и более охлопал сосу сейчас он он великолепнейшим образом сейчас отбился он принимает пилон nexus пошел я даже не знаю лучше это и не представить вообще как лагаю я говорить нету у нас писал в компу ну я не думаю что это у всех проблема одинаковая слагами у кого-то сейчас побольше лагать у меня все замечательно дропов никаких нету да и вообще не последнее время их вообще не бывает ну что сос тут на блинке еще пытается оппонента разводить у рейна грелки строятся нексус готов а рейн только-только заказал десятку уже преимущества по лимиту на стороне соса ну что тут крылка есть у рейна сос прекрасно видит ее пытается блинк разменять рейн вообще в ситуация очень печальная находится не блинка нет ничего нету сос через минералы приходит пытается зайти в это время харасс от рейна идет на мой оверчаж выставлен даже ни одного рабочего не успел убить кстати сос заходит спину своему оппоненту вот здесь пробки на 2 ходит минус пробочки нужно разворачиваться рейну идти сюда 3 пробки сос подрезал подрезает еще одно не заходит слишком далеко на main спускается вниз как сос вообще посмотрите разводит ё-моё как маленького реально 39 26 по рабочим полный провал от рейна сейчас происходит сос просто целиком и полностью оппонент своего изничтожает это страшно я бы сказал просто что сейчас делает сос со своим оппонентом ну час сталкера загуляли зашли в рейндж грелочки нужно аккуратнее быть сейчас будет он отходить отступать рейн пойдет вперед здесь две оборонительных фотонки плюсом еще оверчаж здесь есть конечно тут в лоб ничего сделать не получится четыре сталкера еще сзади пытаются развести вот так здесь оракул врывается минус оракул на ровном месте как сос обороняется ребят я ну сейчас я докаркаю что сос начнет проигрывать но это же лучше даже больше игр интересных будет но пока все круто все круто реально у нас в последние годы в ходе пострадались в ходе пострадались это было стыкно это было бы не все это было бы не так и вот это и вот это вот Ну что, Призма летит. Иллюзия, точнее, Призма. Опять я говорю, Призма, хотя это иллюзия. Вынудил Рейна сейчас оверчарж поставить, Сос. По лимиту... Что по лимиту-то Сос просел? Пропустил я этот момент, как Сос просел по лимиту, пока отвлекался на то, что вы пишете. На лаги отвлекался. Попробуйте и в 5, я не знаю, что с ними можно поделать, с этими лагами. Сегодня проблем много было. Лаги у всех начались. Ну что, плюс 2, Рейндж с колоссом Чарж, что по лимиту он просел, потому что выходит в технологии. Погрэйдам опережает. Чарж уже сейчас будет, колоссы уже строятся, Рейндж уже скоро будет готов. У Рейна все, что будет сейчас, это... Это блинк. Ну вот сейчас опасное время, когда можно просто колоссов укуснуть и на блинке развести, к примеру. Хотя это не просто сделать. Ну вот куда-то Сос поломился вперед, а Рейн... Так, Рейн здесь рядом находится. Куда там Сос ломится, я не пойму пока. Сейчас будет пойман. Может... Отстал Сос сейчас. Пользователь активировал премиум на ваш канал. Таймвар великолепный, пытается пройти. Зилки сейчас все законтракт. Грелка жгет, просто грелку нужно фокусить. Агрессивный блинк вперед. ГГ, пишет Рейн. Изи от Соса сейчас. Ну что же, Изи 2-0. Сейчас будет пауза, потому что Рейн может проиграть. И похоже, что тут Сос к 3-0 своим идет. Очень уверенно раскатывает оппонента своего. Кто-то на премиум подписал. Спасибо большое. Ну что же, ребят. Опять же, по лимиту Рейн сравнялся, но это произошло. Почему? Потому что Сос выходил в технологии, и Рейн же пушил. У него ничего не получилось. Хотя вот сейчас заставил понервничать. Немножечко. Ну вообще великолепная игра. От пробца из команды Джанейра идет. Сейчас. Я вернусь, ребят, минуту. Я знаю, что это большая инвестория, но то есть ты знаешь, что никогда не нужно о том, что ваш пауза уничтожит. Сос, он фокусил пауза. Потом он пошел на стафферс. Он получил несколько фресчетов. Я думаю, что в моменте, Рейн должен всегда поставить ло-хп стафферсерс. Но он просто хочет уничтожить. Он сказал, что мой пауза уничтожит. Я могу начать варварить уничтожит. Но я думаю, Сос, он получил perfect количество пробцев. Не очень few. Не очень много. Я думаю, что он еще минул, вынужден, вы знаете, за все, что было неровно. Это очень хран팀. Что касается сжигов, и я думаю, я не могу это не поверить. Я думаю, я думаю, этот Windows 10 Г Rivera shows нам все orthовозит. Да. Он на топ-мни, а на топ-мни, а на топ-мни, они на топ-мни, Так, все, вернулся я к вам, ребята. Вроде как не затягивают в третью игру, что ли. Так, ну сайт обновляется легко, ребята. Если все плохо, сильно не обновляйтесь много. Я тебе сейчас бан дам лучше, а не твич. Твич за тупёж. Потому что и твич есть, и всё есть. И что я должен дать, тоже не понимаю. Это просто... Я думаю, что это очень удобно. Это... 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 Ну что, ребят. По игре пора что-то сказать. Три минуты уж уже идёт игровых. Стандартные билды, кибернетки, зелки. Но... В этот раз SOS тоже не через два сверхранних газа начинает, а через добавление второго чуть позже. Ну что, вроде как полностью... Рейн ничего не блочит, SOS полностью мейн заблочил свой. Это Nexus через MotherCore сейчас, как и Рейн. Билды идентичны сейчас. Ну, в этой паре зрители голосуют за фаворита SOS. Ну, вот Innovation Life все за Life вообще-то голосовали. Не знаю почему. Донесусь, собственно говоря, вопросу. Сейчас проверю, работает Литвич. Литвич должен работать. Рейн впереди по лимиту. Всё работает, всё прекрасно идёт. Ну что, три гейта Робо, SOS, три гейта Робо... Рейн... Билды идентичны сейчас по рабам. Вообще один в один. По рабочим всё ровно. Ну, значит, исполнение будет решать. И во что будет свитч, хороший вопрос. Вот уже и SOS чуть по лимиту вперёд вырвался. Рейн заказывает твой лайт, SOS делает фаржу. И, как по мне, так фаржа это гораздо лучше получается и стабильнее. То есть, здесь будет блинк. Ну да, можно агрессивнейшить. Но фаржа даёт преимущество по грейдам и... А это очень важно, учитывая то, что у Пиа... Нексусы были очень ранние. То есть, здесь по-любому будет макро. Значит, и грейды пригодятся. Плюс один заказывает, а Рейн Блинк заказывает. SOS ставит Робо Бэй. То есть, он с Твайлайтом вообще не спешит. А здесь третий Нексус у Рейна пошёл. Но! Третий Нексус, конечно, это хорошо. Но если там будут колоссы и такой стабильный микс, то можно спокойно будет спуститься на трейс и более поздний. Вот. И, собственно, за счёт крутого микса потом и тащить. Но SOS вообще не стесняется. Он третий Нексус тоже ставит попозже, конечно, чем Рейн. Но прям ненамного позже. Но при этом всём Рейн собирается проулынить на Блинке. SOS летит прямо рядом с этим направлением. Видит, что пилон оппонент ставит. Сразу же третий Нексус отменил. И сейчас будет призма сбита. Обратите мани. SOS дропает Зилков. Одновременно потеряв призму сейчас. Зилков пока терять не собирается. Лимита Рейна больше. SOS понимает, что растягивают армию сейчас, чтобы три базы оборонять. Не вариант, уходят наверх. Нужно ждать колосса. То, что обсерва на халяву сбил сейчас вообще великолепно. Здесь ещё один есть у Рейна. Третий Нексус уставит. 84 SOS, 97 Рейна. Но сейчас можно ведь разобрать будет на Блинке. Колосс-то всего один. Есть там вообще и морковые. У меня большие сомнения здесь. Ой, какой хороший агрессивный Блинк Колосса. Минус колосс моментально. Дальше на Блинке Рейн начинает расконтраливать всё. Да, зилки кэш-дэмэджа много наносят. И SOS идёт вперёд. Сейчас пытаюсь фокуснуть сталкера. Сталкера зафокусил. Нужны имморталы. Колосс строится очередной. Ну а что колосс-то там? Колосс-то хорошо, но иммортал нужен, чтобы это всё отбивать. И что самое интересное у Рейна, третий Нексус делается. То есть терять-то особо SOS сейчас не хочется, третий Нексус. Но потерять придётся, судя по всему. Плюс вот эта призма, которая летит в попытках задропать SOS. Я думаю, что особо ничего не сделает. А если сейчас сюда варп провести, плюс сразу ждать до варпа с передропом. Передроп плюс варп, я думаю, может неплохо вкатить. Потому что всё, что есть у Рейна, это как раз блинк сталкера на этом контроле. Три Дарка вперёд идут. Посмотрите, Дарков Рейн не видел. Здесь под уверчажем дерётся. А Зилки-то сталкеров как рубят. А что Дарки-то на мэне? Робов укуснули. Неприятно. А есть Апсерверы вообще? Я вот что-то не понимаю, если честно. Так, попытка Зилков фокуснуть Дарков не прокатывает. Пилоны выбивает SOS. Просто неожиданнейший поворот в этой игре. Нексус на мэне упадёт. Апсервер я не вижу, как возвращается. Вот он летит назад. Сос его только что заметил сейчас Апса. Минус Твайлайт. Минус много здесь зданий. Парабам близко очень. Дарков принимает Рейн. Ну, 2 в 3 базы не в пользу Соса. Естественно, прилетает Призма. Дарки будут забраны сейчас. И Призма улетает. Здесь пилончик выбивается. Ресурсов ну очень много Сос сейчас поставил. Проблема Рейна в чём? В том, что у него только Блинк Сталкера плюс пара Сантрей. Микс очень жидкий. Посмотрите, здесь 2 колосса плюс взялки на чаже. И они могут, и они будут разбирать этих колоссов. Единственное, иммортал бы помог бы здесь. Илон Сос выбивает. Рейн, довар взялков Архончиков ведёт. То есть, птиштормовички. Попытка передропнуться на мэйн. Здесь Призма висит, ждёт свои секунды, чтобы ворваться. Сос вообще не на позиции. Но у Соса Микс какой? У Соса Микс, что дропаться наверх, например, зилками, вот в этот микс, вообще бессмысленно. И это очевидный момент. Тут разберут колоссы, как бы разберут всё. Можно сейчас Призмой попытаться вперёд пойти. к Сосу, я имею ввиду. Но он пока не идёт. Рейн пытается задропать, но Соса с дарками эффективно отбивается. В центре контакт. Зилки пришли, разбирают всё нахрен. 94 Рейн на 118 Соса. В это время харас на мэйне происходил. А что там харасило? Да, там дарки что-то харасило. Ой, какой врыв от Рейна идёт на мэйн к Сосу. Но здесь... Как колосс выходит? Кудесник, Сос, просто кудесник. Он такие чудеса творит. Одним дарком, двумя зилками, отбивает, плюс колоссом, неожиданно вышедшим, отбивает штук, наверное, 10 зилков в арб. Просто изи, что называется. И пришёл ещё колоссами к третьей базе своего оппонента. Призма начнёт сейчас разводить. Как-то загулял, правда, очень далеко от базы. И если Рейн сейчас разберёт, приятного будет мало. Вот здесь идёт Рейн, но Сос с хайграунда. Как он его встречает сейчас? А где призма вообще? Четвёртый колосс подходит. Призма мэйн харасит на мэйне. Проблемы гигантские. Готов ли... Готов ли Рейн мэйна оборонять? Хороший вопрос. Пока не готов. Здесь сталкеров, блинкулись колоссов. Но зилки разбирают. Всего лишь один колосс упал, а три-то живы. Сталкеры, минус все вообще. Колосс один улажает. ГГ пишет Рейн. Три-ноль Сос. Изи просто. Просто изи. Вообще Рейн разгромил. Ну, эта ставка срослась с моей стороны. То, что Сос выиграет. Кто еще там говорил, что Сос выиграет? Алекс грел, что Сос выиграет. Уже две срослась. В прошлый раз всего одна. Красавчик. Сос. Зерк тоже сказал, что Сос выиграет. Да, там Зерк на Сосу 35 зарядил. Каби сказал, что Рейн Сос. Ну, все кроме Каби. Короче. Остается последнее. Я сказал, что Гидра выиграет, ребят. Ну, посмотрим, выиграет ли Гидра. Не понятно ни хрена пока. Ну, что Сосу я респект выражаю за то, что он сокращает время стрима, по сути дела, такими играми. Перейди у нас ЗВЗ-шечка, ребятки. Хоть это и ЗВЗ-шечка, но какая? Рог против Гидры. Необычная. Рог, причем, играет необычным стилем. То есть два ПВЗ в финалах. В полуфиналах у нас будет завтра. Нет финала не сегодня, финал завтра. Завтра и полуфиналы. Не пропустите, ребят. А мы ждем последний матч сегодняшний. Телевизор. Посмотрим про шоу-матчи. Вообще, конечно, надо бы. Но вот сейчас посмотрим, через сколько кончится вот здесь вот все. Я чувствую более комфортно, когда я enter that booth. Ladies and gentlemen, the $100,000 man, $0,000, $0,000, moves on to the semifinal here at the WCS Global Finals. Так, конечно же, соус может взять Близкон. Ничего страшного, Владимир. Скажу тебе, что ты там тоже неправ маленько, но это все за столом обсуждается, а не здесь. А то у некоторых бомбит и взрывается. Да и я не буду тут обсуждать лишний раз, что-то говорить. У всех свое мнение. Спасибо тебе, что смотришь столь поздний час, как и всем выжившим, что называется. Спасибо за внимание. Вот. Показывают нам экспертов, так называемых. Это Day9, Control, TLO и Apollo. В данный момент у них водичка там стоит, у них стоит приз и пилончик. Ну, соус... Не знаю. Какая оборона великолепная была со стороны соуса. Это просто жесть. Как пробками он сработал, как варпом он сработал. Вот здесь вот как Рейн развалился, соус заранее бой принял. Позицию занял хорошую. Тайм варпы великолепные. Зилки прошли, колоссы дерутся, все дерутся. Да, варп прям туда пошел. Ну, одни сталкеры. Короче, микс жиденький очень сильно. Да и нанечу разнесло. Важный же человек стал, чё, блин. Это как в этом, в снэтче этот, прикидывался евреям, чтобы дела лучше шли. Так и тут стал важным, надо же пожирнеть маленько. Ладно, это я всё шучу, это уже ночной бред идёт. Но вообще Forbes писали, что Day9 самый влиятельный с геймерской темой какой-то там. Чё-то там было не геймерское, какая-то хренотня там была неполная. И вообще это всё фигня. Я вас всех приветствую, ребят. Благодарю в очередной раз за внимание. Столь поздний час, близко у нас записи будем выкладывать оперативно, стараться. Кстати, надо сейчас стоп-старт сделать. Ну, а с моей стороны просьба поддерживать, отключив от блоки, писавшись на премиум или по реквизитам. Писалили через плеер, стоп-старт пилю.